В столице завершается масштабный этнофестиваль. На месте работает наш корреспондент Гульнара Ирманова. Гульнара, чем может запомниться это мероприятие участникам, гостям, ну и жителям Нур-Султана? Добрый вечер. Я думаю, что запомнится этот этнофестиваль в первую очередь тем, что здесь каждый посетитель мог окунуться в атмосферу казахского быта, прогуляться по этнобазарчику, ознакомиться с традициями казахского народа воочию. Я отмечу, что здесь сегодня уже завершены все этапы игр. На протяжении трех дней здесь проходили соревнования по таким видам спорта, как кокпарк, казахшакурец, амрестлинг. И, пожалуй, самое интересное и зрелищное шоу соревнования по стрельбе из лука верхом на коне Алтен-Жибен. Принимали в нем участие представители 15 стран мира. Рядом со мной как раз в эти минуты находится судья соревнований из России. Вам слово. Как вы оцениваете сегодняшние соревнования? Прошу вас подвести к итоги. Ну, это был очень интересный формат, когда это сочетание соревнований и вот такого фестиваля. Было приятно здесь, на самом деле, находиться. И хотелось, конечно, больше увидеть вашего традиционного быта и фестиваля. Да, мы были все очень заняты. Вот, но на первом месте оказался Казахстан. Ваши спортсмены очень хорошо подготовлены. Это было, конечно, интересно видеть. И в чем-то было даже неожиданно для нас, потому что были очень серьезные спортсмены из разных стран, то есть, которые с очень большим опытом и с такой серьезной репутацией. Спортсмены из Румынии, из Ирана. И, в общем, результат, конечно, нас немножечко даже удивил. И первое место – это Казахстан, второе место – Монголия, третье место – это Южная Корея. И дальше распределились интересные тоже места. То есть, где-то даже... Ну, вот это все, в общем-то, результат как раз казахского стиля, собственно, от НЖБ, потому что этот вид наиболее сложный из всех, которые есть, попасть в эти маленькие мишени – это такая лотерея своего рода. То есть, кто победит, кому повезет больше, да? И, в общем, интересно было в это играть. Спасибо большое. Со мной была рядом судья из России Юлия Кумани. Благодарю вас за... Ольга Кумани, прошу прощения. Благодарю вас за подробную информацию. Я продолжу. Хочу отметить, что здесь за моей спиной разворачивается интересная, огромная шоу-программа. С каждым часом увеличивается количество участников. Ну, а в целом, здесь на этнобазарчике каждый посетитель, который пришел сегодня сюда, мог прикупить себе как книги, ювелирные украшения, поближе ознакомиться с бытом казахского народа. Ну, пока что это вся информация к этому часу. Спасибо. На прямую связь с нами выходила наш корреспондент Гульнара Германова.